Всем привет, я Ростоцкий, а это Crusader Kings 3 с модом Lord of the Kings И сегодня мы с вами продолжаем играть за высших эльфов В прошлой серии мы с вами начинали наш путь и понемногу набирали силы, захватывали новые земли Мы захватили очень много провинций в Англии И скорее всего в этой серии мы здесь всё добьём По крайней мере мы точно добьём гоблинов, точно добьём тифлингов А вот насчёт фей и полуросликов я пока не знаю, как мы будем с ними разбираться Придётся очень долго фабриковать претензии, но это тоже не беда в принципе Их захватить мы без проблем сумеем, просто это займёт побольше времени, чем гоблинов и тифлингов И возможно ещё мы будем двигаться в Шотландию, но уже посмотрим дальше по ходу Также в прошлой серии у меня родилась целая куча детей Шесть детей у меня есть, у нас есть сильные союзники за счёт этих детей А что с моей женой? Ранение? Кто тебя ранил? Ухудшение состояния, раны ещё Она кстати сама себя лечит и видимо не очень Хотя у неё кстати появились основы врачевания, это хорошо Но она точно выживет, ранение у неё пройдёт У меня старшего короля Крисимера всё тоже хорошо Никаких болезней, никаких травм, король жив и процветает Кстати мой наследник, если вы не смотрели прошлую серию Очень скоро женится на Тинусе из земли Шэдоу Сонг Их ребёнок уже будет смесью высшего эльфа и тёмного эльфа Всё что нам останется для создания истинного эльфа Это скрестить нашего внука с лесным эльфом И будем надеяться, что у нас всё получится Потому что я сам не проверял работает ли это Но я видел расу истинных эльфов в игре В которой сказано, что истинные эльфы это все три расы эльфийской вместе Будем верить в то, что всё получится Но в любом случае, даже если у нас будет просто наследник У которого сразу же три эльфийские черты Это будет всё равно очень круто Окей, давайте начинать, что мы будем делать Во-первых, я могу создать несколько титулов Могу Нартумбрию узурпировать Кстати, мне надо это сделать И Нартумбрию кому-нибудь отдать Стоп, а почему у меня здесь Тифлинг правит в Дариме? Я не давал эту провинцию Тифлингам Или может быть она у них изначально была, когда я захватил? Отнять бы у него титул, но это опять тирания Что нам делать? Ладно, пусть он пока что просто обратится в нашу религию Нисшелорд Катир, которому я дал здесь две провинции И зачем-то женился на Леди Ритияна, которая Тифлинг Но черты у него, кстати, нет У него есть только культура Так что в целом это не так страшно И наследники у них будут эльфами И как раз таки этому унисшему лорду мы дадим герцогство Нартумбрия Всё, теперь он старший лорд Больше никаких герцогств мы пока не будем делать Приветствую старший король Крисиммер Моя вера слишком крепка, чтобы поколебать её жалкими речами И простого смертного для меня вождения награды, что готовит мне небеса Хмм... И в тюрьму я его посадить не могу Очень жаль, что у меня нет такой возможности Но ладно, в принципе он сейчас не мой вассал, а вассал Нартумбрии Что насчет гоблинов? Но у них есть союзник Сарагасаид Орки из Испании Они кстати очень сильные Но у нас тоже есть союзники Но давайте пока что гоблинов оставим в покое О, посмотрите сюда Из-за того, что Нартумбрию узурпировал Здесь разделилось герцогство И появилось два графства Поэтому мы можем их быстро сейчас захватить Одна война, а этому я не могу Потому что у нас перемиря, окей тогда На одной войне и остановимся Надо будет ещё в этой серии поработать над тем Чтобы у нас армия нормальная была Потому что из-за низкого контроля Мы сейчас не максимальную армию умеем Очень сильно бы хотелось О, моя первая дочь выросла Серый кардинал, вау Её муж кстати лесной эльф Так что их ребёнок уже будет смесью лесного эльфа и высшего Наконец-то мы с вами прокачали полностью ветку теологии Дальше пойдём по учёности, наверное И что я могу теперь с этим сделать? Я могу, точнее я хочу сделать объятия света Но для этого надо быть ещё воплощением добродетели Это в принципе скоро уже произойдёт Но ещё у меня на 3000 благочестия Это благочестие надо будет где-то найти Хотя у меня уже 1400 есть Ещё я бы хотел тёмную книгу прочесть Но престижа немного не хватает Сейчас наберём, я думаю, после этих войн Может быть ещё какой-нибудь пир устроить, например Всё, победа Забираем себе ланкастер Кому-нибудь его надо отдать сразу Всё ещё не понимаю, почему на меня никто не нападает Видимо из-за того, что у гномов свои планы на жизнь И свет сейчас нападает на Иерусалим И кстати солдат у них поменьше Смогут ли они победить вообще? Почему-то не было никакого оповещения То есть было оповещение о том, что крестовые походы начинаются Но о том, что он уже прям идёт вовсю Не было Ну ладно, главное, чтобы эти крестовые походы нас не коснулись За счёт кого у них альянс с орками? Великий вождь на трой Так, вот эту женщину я смогу убить 53% Если ещё подкупить кого-нибудь То можно их брак оборвать А если мужика этого? Тут поменьше процент Ну давайте попробуем её убить Разорвать их альянс 50 золотых Нормально, в принципе Главное, чтобы план покушения наш не раскрыли Потому что это всегда происходит Так, и наконец-то я могу прочесть тёмную книгу Конечно, я весь престиж потеряю Но плевать Престиж мы быстро заработаем потом И теперь я стал верховным магом То есть это видовство И надо сразу же приобщить нашу дочь к видовству А потом уже нашего сына, когда он подрастёт Ещё жену можно, кстати А, стоп, надо сначала дочь Да-да-да-да Я больше не могу? Серьёзно? И когда я заново смогу её попробовать обратить Покачивая в руках ребёнка Старшая королева Аурель Смотрит прямо на меня В её глазах горит огонь любви Любовь моя, давай назовём его Крисмер в честь тебя Да без проблем У меня родился сын Чудесная идея Как же много у нас замечательных детей Эх, моя дочь Тиноси Ей нужен какой-то опекун О, она идёт в управление Так что её можно воспитать в управлении Кстати Хотя лучше учёность ей пойдёт И я её лично буду воспитывать В нужный час моим соучастникам Потребуется безопасный путь отхода На случай, если что-то пойдёт не так Подробная карта местности Со всеми тайными тропами и пещерами Была бы весьма кстати Мы лично исследуем окрестности Мой план раскрыт А моём участии пока никто не знает Но привести его в исполнение Теперь будет нелегко Да Как обычно Можно ещё кого-нибудь нанять Но там очень маленький процент будет Но давайте попробуем 59 Тратим все деньги, чтобы убить вот эту женщину Можно ещё нашего тайного советника попросить помочь И вообще нужен мне другой тайный советник О, 85 Нормально Мы сможем её убить, я думаю Мои люди всё устроили Гринскин отправляется в путешествие Будет проезжать по лесной чаще Осталось только найти банду разбойников Которые самым трагическим образом убьют И ограбят жертву Я так и вижу тёмную землю обогрённую кровью В лесах бывает очень опасно Сработает? Гринскин по-прежнему жива Моё покушение провалилось Наемным громилам не удалось справиться с её свитой Впрочем их перебили всех до единого Болтать было некому И все приняли происшествие за обычное нападение разбойников Если сразу не повезло, то мы попробуем снова Пока Ауриэль спит, я быстро бормочу молитву Славься, а Хариман Едва последние слова срываются с моих губ Она приходит в себя, словно бы её суд житала этого момента Когда я выхожу из тени И предлагаю, чтобы Ауриэль приняла благословение В её глазах нет ни страха, ни сомнения Она принимает истину всем сердцем Добро пожаловать в наше сообщество Наша жена теперь тоже владеет видовством Кстати, давайте посмотрим на Волга-Урал Какие же они сильные, господи Но как же хорошо, что они далеко Особые солдаты у них понемногу вымирают, кстати Уже 27 тысяч всего осталось Но денег всё равно огромное количество, престижа Это единственные, кого я боюсь, но они далеко пока Когда у меня закончится перемирие? Через 2 года, окей Вообще, можно уже начинать фабриковать претензии на все эти земли Но я не буду принимать претензии на мелкие графства Буду надеяться, что на герцогство появится И только тогда буду платить В палатке торговца меня встречает множество ядовитых существ И на меня находят вдохновение Думаю, Гринскин вполне может получить в подарок Одно из этих прелестных существ Самая смерть... Самое интересное животное, пожалуйста Она такого точно не ожидает Но давайте попробуем Торговец не задаёт лишних вопросов И змея вскоре оказывается в претеной корзине По дороге домой я открываю крышку Но к моему изумлению корзина оказывается пустой Смотри, мам, смотри Этот мужчина держит животное на голове Раздаются за моей спиной радостные голоса Обернувшись, я вижу собравшуюся толпу Та-дам! А теперь смените это с меня Снимите Существа со мной больше нет Зато жизнь осталась при мне Да... Как говорится, я купил мужик змею А она ему как раз Ладно, попробуем по-другому как-то Мои люди всё устроили Она отправится в путешествие И на неё опять нападут разбойники Давайте попробуем снова Она опять сбежала невредимой Пробуем ещё раз, ребята Не останавливаемся Мне подарили прекрасный габелин Со сценами из истории моей династии В обрамлении гербовых орнаментов Подарок был анонимным Но Цти Слава сделала всё возможное Чтобы мне стало совершенно ясно Что за ним стоит она Она ко мне подкатывает Она заслуживает моей глубочайшей благодарности Ну спасибо Подождите, она полурослик А нет, у неё славянская культура Но верит она во фейерфолк Эльфы чтут свою веру И готовы всю жизнь служить своим идеалам Стоп, у полуросликов какая религия такая же? Хм, не знал Как там крестовый поход? Хм, проигрывают Ну, неудивительно Это хорошо, потому что они все ослабнут после этого Удалившись вечером в свои покои Я внезапно понимаю, что за моим окном стоит женщина Это что, Цти Слава? Цти Слава, да, это она Вот глупышка, скорее входи Хорошо, что у меня плотные портьеры Но слушайте, она одержимая И она помешанная Я не хочу с ней видеться Хотя давайте впустим Посмотрим, что произойдёт Видимо, будет какой-то роман у нас Но я бы хотела что-нибудь поинтересней Так, моя дочь Старшая принцесса Как-то в управление вообще мы плохо идём Видимо, из-за того, что у элдеров минус 2 к управлению Вообще всё очень плохо развивается Больше у нас дипломатия и учёность Ну и немного военка есть ещё Моя гостья Цти Слава следует по пятам Куда я не пойду Её взгляд, её речи Я прекрасно понимаю, чего он хочет Я буду держать её близко, очень близко Развлечение на одну ночь Так мило, но нет Мм, я не знаю Мне не нужна такая любовница Так что развлечение на одну ночь Не более того Тени растут, возвещая закат Цти Слава появляется из мрака под стенами замка Улыбается и шепчет Зачем я здесь Я иду к ней сначала не уверена А затем энергичная Когда она притягивает меня к себе Моё дыхание учащается Мы занимаемся любовью в тени стен И дозорные на стене даже не подозревают о страсти Пылающей прямо под ними Я беру замок штурмом и отступаю Всё О, Аурель, ты была такой храброй Такой сильной И у меня родился сын В то время, как я спал с другой женщиной Ну, бывает, ребята Претензии готовы Но опять же, это мелкое Мне нужны побольше претензии Снова пытаемся убить её с помощью банды 95% шанс Ну давай, умри Блестящий план сработал Наемники сделали своё дело И министры Гринскин наконец-то мертва Путешественники остановились на ночлег Но вдруг из чащи выскочили разбойники Жаждущие крови и золота Солдаты дали им отпор Который, к счастью, оказался недостаточным Министр Гринскин трагически погибл в бою Почти все разбойники очень, кстати, погибли в бою А мёртвые не болтают Никто никогда не узнает о моём участии Всё, отлично Больше альянса нет у гоблинов с орками Поэтому можно на них нападать Заберём них гвинет И тут останется ещё всего две провинции Союзников звать смысла нет Мы и сами справимся Так что погнали Кстати, что там насчёт священного ордена Надо 500 золота и 1000 благочестия У меня, конечно, есть это всё Ну то есть благочестие Золото это не проблема Но я бы хотел всё-таки объятия света сделать Кстати, да, теперь я могу ещё и в лорда Лича превратиться Но не знаю, будем ли мы этим заниматься Вот если я стану истинным эльфом То вполне можно будет попробовать Но это, скорее всего, уже будет наш правнук Который станет лордом Личом Было бы интересно на это посмотреть Сегодня до меня дошли печальные новости Мой сын Леаторн болен У него бубонная чума Боюсь, это конец Его может спасти только чудо Но слушай, чувак, это не конец Далеко, потому что Несмотря на бубонную чуму У него отличное здоровье Он элдер Его ничто не возьмёт Будьте осторожны Не делайте ничего сверх необходимого Мы вылечим его обязательно Чума эльфов не берёт Он всё, мой сын здоров Не понял, это кто такие? Да ладно Гоблины успели заключить союз с Бладрейном То есть с орками из Норвегии А это очень плохо Потому что они очень сильные А что нам делать? Завать своих союзников Давайте попробуем У нас есть Эдан 4900 О, отлично В этой битве мы, конечно, немного проиграли Но сейчас придут наши друзья из Ирландии Лесные эльфы Всё, идём к ним Нет, они дерутся И они сейчас отлетят тут Или нет? Или они справятся? Нет, они не справляются Класс, ребята Вовремя вы пришли на помощь Спасибо большое То есть я, конечно, рад, что они пришли Но зачем они только что нарвались на врагов И получили по морде? Ну ладно Сейчас мы вместе справимся Давайте за мной всё Мой первый сын вырос, наконец-то Лесентир Блестящий стратег, между прочим Отважный, садист и усердный Это очень хорошо Черты у него крутые И сразу же он в доспехе облачился Пошёл драться Надеюсь, что его не убьют во время битвы Надо ему, наверное, запретить это Лесентир, ты не будешь Моим полководцем, извини, то есть рыцарем Вот тебе жена Рожай мне внуков Высших тёмных эльфов Так, битва Ребята идут к нам на помощь Мы справимся, да Я просыпаюсь и вновь ощущаю, как сердце отрепещет от голоском страсти, сжигавшие мои чресла Много ночей минуло с той ночи, когда мне довелось покинуть замок, и прекрасная женщина разделила со мной ложи, но моё вожделение лишь растёт Лучше бы мне её забыть, да Мне кажется, лучше сделать так Стоп, у неё родился кто-то? Вам не кажется, что это... Мой ребёнок? Выше мира дутцовский Бастард Понятливость И... Элдор Слушайте, я думаю, всё-таки стоит её найти Давайте попробуем Господин, мы не нашли ни единого следа искомой крестьянки Мои средства ограничены, и, боюсь, я больше ничего не смогу сделать Даже когда моя канцлер, старшая леди Коренеел, планится и расшаркивается, мои мысли невольно возвращаются к той волшебной ночи Потерят 60 золотых, чтобы её найти? Эх, давайте Всё-таки, видимо, Крисимер в неё влюбился, но она ещё и родила от меня, так что... Чувствую ответственность за всё это Господин, как вы приказывали цитислава Наконец-то она стоит передо мной, и мне кажется, будто мы никогда не разлучались Но рядом с ней стоит, очевидно, её дочь И возраст ребёнка наводит меня на определённые размышления Мгм, наконец-то ты здесь, схватить её? Нет Прошу цитислава, останься при дворе Да, пусть она будет у нас при дворе А могу я как-то её дочь принять к себе? Кстати, тебя надо обратить в нашу религию То есть, признать свою дочь вообще Или мой персонаж не догадывается ещё ни о чём Опа, а вот и претензии на целое герцогство Как я и хотел Сколько это будет стоить? 168? Нормально А, куда вы, куда вы, без меня Стоп, они победили А, ну ладно Я думал помочь, мне показалось, они там проигрывают Но у них всё окей Второй мой сын вырос, Гаэлит Сразу же тоже облачился в доспехе Стал моим паладином У него третье образование дипломатии Неплохо, так, мы победили Гвинет теперь мой Распускаем нашу армию Ох, как много провинций Ммм, балдёж Но Гвинет сразу же надо кому-то отдать А можно нашему сыну, кстати Только надо узурпировать титул 250 стоит Блин, мне столько нет денег Ну ладно, я просто дам ему все вот эти титулы Забирай Гаэлит, потом я тебе дам герцогство Только тебе нужна нормальная супруга сразу Чтобы ты там непонятно кого не взял Например, Алассе Уайтауэр из Оксфорда Посмотри, она красотка Выше эльф Сойдёт И у меня ещё будет альянс С моей сильной вассалкой Кориниел Хотя мы и так с ней хорошо дружим Она мой канцлер уже долгое время Блин, круто, когда ты правишь в королевстве эльфов Где все живут очень долго И не будет такого, что Был какой-то вассал, который тебя любил Но он умер И к власти пришёл его наследник Который тебя не любит Здесь всё это намного дольше держится И это круто Всё, у гоблинов осталось всего две провинции Мы их быстро добьём потом Но сейчас надо напасть на Тифрингов до конца уже забрать у них провинцию И выгнать их отсюда Что там по фракциям? Гоблинские популисты есть Но они не такие сильные Готово Эх, прекрасно Практически вся Англия наша Остался только Эссекс Но у нас уже есть претензия на Кент Потом сделать надо ещё претензию на сам Эссекс Восточную Англию добить И лес фей Стоп, а откуда у Восточной Англии Провинция в Гнамиране? Ну ладно Как-то они далеко залезли, по-моему Правда вопрос Как я буду сражаться с полуросликами Потому что у них очень сильные союзники есть Посмотрите У них общая сила 12 тысяч Конечно у меня столько же И у нас силы равные Но это жесть Как-то надо подождать, наверное Моя сноха Тинеси родила ребёнка И это дочь Ух, наконец-то внучка Поскольку ребёнок принадлежит к династии И земли Эверлайт Она должна получить хорошее имя Так, так, так Филаурель Расти, набирайся силы и мудрости Посмотрите на неё Она Элдор И она Тёмный Эльф Ещё и прелесть при этом Это очень круто Все эти чертени вместе стакаются И если я всё правильно понимаю То истинный Эльф Вообще будет супер-супер сильным А давайте мы почитаем Про истинных Эльфов Военка, управление, интриги Плюс 2, плюс 6 доблесть Божественный бонус к здоровью Доблесть не снижена возрастом Божественный бонус Сопротивляемости к болезням Опыт за образ жизни Дипломатия, военное дело И управление плюс 10% То есть да, истинные Эльфы В себе сочетают бонусы Вообще всех Эльфов Это прям очень круто О, мой канцлер закончил Перемирие с Гоблинами Отлично Извините, ребята Но я вас сейчас буду добивать Успею ли я без союзников Это все сделать Надеюсь, что да Потому что не хочется Опять их звать У меня престижа уже мало Надо их быстро завоевать Пока они приехали орки Делим пополам Но я думаю, мы успеем Хотя плавают корабли Здесь очень быстро В том, как держится Мой вассал Нишелорд Толанил Есть нечто странное Но я никак не пойму, что Возможно, это просто Проделки разгулявшегося воображения Но зловещее предчувствие Не дает мне заснуть всю ночь Что? Я немедленно изучу этот вопрос Мое расследование Неопровержимо доказало Что Нишелорд Толанил виновен Он скрывает ужасный секрет Вот мразь, вот мужлан Эти знания не пропадут в Туне Что? Присхождение ребенка У него какой-то бастард тоже есть А, это он сам бастард Видимо Нет, они все-таки приплыли Ладно Видимо, опять придется Звать мне союзников Эх Давайте я просто наемников возьму Этого должно хватить А, битва Ты ведь тоже не забываешь Как хорошо нам было вместе Цислава ловит меня в коридоре Когда никого нет рядом Она подается ближе И шепчет мне на ухо Я не могу просто взять И выбросить все из головы Но правильно Ты еще и родила от меня Ахура Мазда Упаси Как я могу отказать? Ну давайте Станем любовниками Эх Меня избивают Ладно, зовем союзников Аемники меня не спасли Я люблю я проигрывать в битвах, ребят Хотя кто вообще любит? Нет, ну их меньше, конечно Но кажется они сильнее Тем более это орки Они вообще поехавшие В плане битв Кажется орки уплыли А у них там своя война Ну отлично Тогда мы сейчас с гоблинами разберемся Цислава рассеянно поигрывает Прядью моих волос Рассказывая мне о таком предмете Как придворная политика Ее точка зрения интересна Но больше всего Мне нравится ее любовь к этой теме Чем глубже она погружается Тем живее становится И тем ярче сияют ее прекрасные глаза Думаю, что я могу слушать ее вечно Цислава, кажется я люблю тебя Она станет моей родственной душой Хмм Это если она те же чувства испытывает Как интересно Можешь объяснить еще раз Дипломатический опыт плюс 500 Объясни еще раз Я не хочу с ней любовь Как бы Но дипломатический опыт можно получить Правда у нас дипломатия Как бы не изучается Но если мы вдруг туда перейдем То уже будет 500 очков Так, у меня новая внучка родилась Тоже высшая темная эльфийка Тогда у меня уже там внук родится Потому что внук станет Скорее всего наследником Хотелось бы, чтобы он побыстрее появился Окей, все С гоблинами покончено Старший лорд Глосс Извини, конечно Но мне придется отнять у тебя титул Хоть это и будет тиранией Но я должен это сделать Так что, извиняюсь Мобилизация Да-да-да Сейчас быстро разберемся с ним Я хочу вот это маленькое герцогство Из двух провинций Другому своему сыну дать И, кстати, надо бы наследное правление изучить Но до этого еще долго Надо ранее средневековье Потому что конфедеративное разделение Меня не устраивает Если я умру То у меня королевство поделится На три, скорее всего Надо будет, наверное, Англию Сделать нашим главным титулом Хотя не хочется терять Такой белый цвет И красивое название Победа Все, это герцогство Я отдаю своему сыну Принц Леаторн Забирай, это тебе подарок На твое совершеннолетие Прекрасно Остались только феи И полурослики Но пока что на полуросликов Я напасть не могу Вы посмотрите У них везде альянсы какие-то лютые И у фей Может быть, их завоссались Нет, они не хотят Ребята, но мы должны держаться вместе Мы все не люди Эльфы и феи, я думаю, близки По духу Поэтому присоединяйтесь ко мне лучше Пока вас гномеран не захавал Хотя у гномерана все плохо Мне кажется, он, скорее всего, себя сам захавает Ладно, давайте сделаем еще претензии Попробуем на лес феи все-таки На герцогство получить претензию Ох, все это еще надо обращать Моя любовница Цитислава Пришла ко мне с пустяковой просьбой Мой дорогой, ты ведь знаешь, что выше мира твой ребенок Прошу, признай наше родство открыто Она не понимает, что моя жена, старшая королева Аурель Имеет в этом вопросе куда больший вес Можно принять ваше мир В принципе, так и хотел Можно просто признать, что она мой бастард Но не давать ей мое родовое имя Ладно, ребята Старший король Крисимер Честный человек, я считаю Поэтому мы признаем бастарда Я объявил, что принцесса Весемира Является моим законным отпрыском Членом дома Эверлайт Мне было нелегко принять это решение Но думаю, я не ошибся Хотя некоторые могут со мной не согласиться Ребят, мы с помощью нее заключим еще один союз Правда, я потерял уровень набожности Кстати, я забыл совсем Мне надо приобщать к видовству моих детей Нисшелорд Ваалуин предлагает дружбу Трудно было ожидать, что Нисшелорд Ваалуин И я настолько сблизимся Но за последние несколько недель так и случилось Он не раз показал себя человеком надежным и прямолинейным И я вижу, что мой интерес для него на первом месте Настоящие друзья встречаются редко Но хорошо У нас наконец-то появился друг Ваалуин Мой вассал Можно будет ему как раз отдать Ланкастер герцогства Потому что я не знал, кому его дать Адских отродий со всех сторон насаждают богохульники Посему Мобедан Мобед Калипсо рассудил, что пришло время Истинным последователям Ахура Мазды Взять в руки свое оружие и защитить священные земли Начав великое завоевание Это может положить начало невиданному натиску Адских отродий То есть теперь бессмертные тоже могут делать священные походы Это жесть Они и так имеют бесконечный казус Бейли Если я все правильно понимаю На все что угодно А у них еще и священные походы теперь будут Это просто безумие Моя дочь принцесса Тинуси наконец-то выросла Но я не хочу ее выдавать за вот этого Пеленора Как я уже говорил Мне за него конечно обидно Потому что ему приходится рожать пастардов Из-за того, что у него нет жены Но я не могу такую прекрасную дочь выдать за вот этого Помолвку мы разрываем Извини друг, 350 престижи теряю Может его убить Давайте так и сделаем Потянем с помолвкой пока А сами его убьем Да это подло конечно И мы не темные эльфы Чтобы такие гадости творить Но почему бы нет А моя дочь уже за него вышла Понял Блин, вот посмотрите Как она прекрасна И что это рядом с ней стоит просто Мы его убьем Я думаю она сама не в восторге от этого брака Он еще и запугивает его Посмотрите И он ей нравится Мне не нравится Опа, а вот и претензия на лес фей Отлично И мы можем прямо сейчас на них напасть Что по силам Они значительно уступают Это если я еще со своими союзниками буду Ну давайте погнали в бой Объявляем им войну Престижа у меня к сожалению нет Чтобы своих союзников позвать Но может быть мы сами справимся Хотя обычно Когда я это говорю Мы никогда не справляемся И приходится опять звать союзников А почему феи не становятся злыми кстати У них есть такая возможность Когда на них нападают Они могут превратиться в кровавых фей И стать очень сильными Но почему-то они этого не делают Может быть они не против Чтобы я их присоединил к себе Все, 100% Хех Правда почему-то Аллатян Здесь откуда-то появился Он всегда здесь был Почему я не забрал эти земли Ладно Так у меня целая куча гоблинов в плену Всех их надо казнить Они мне не нужны Гоблины должны быть наказаны За то что они нас грабили Мы их просто истребляем Король Пеленор прибудет на праздник В провинции Ван И я знаю что он любит вино Можно заменить его в подвал Моей резиденцией Предложением Попробовать изысканное вино А затем сделать так Что он уже никогда не выйдет обратно Давайте попробуем Король Пеленор мертв Замурован и скоро будет забыт Он добровольно пошел за мной в подвал Опьяненный и весельем И вином После множества бокалов Хорошего вина Новые фальшивые стены в моем подвале Да упокоится он с миром Все правильно Конечно союзника мы потеряли Но зато моя дочь Не будет замужем за вот этим Земля пухом конечно Но сори Всю жизнь он ждал Когда моя дочь вырастет Чтобы выйти за нее В итоге он вышел И я его просто замуровал Отравил И печальная судьба И пока что я больше никого Не могу предложить своей дочери Но ладно Мой сын Илеаторн кстати Ему нужна жена Есть ли здесь какие-нибудь Нормальные кандидаты Парина Темный дворф Нет 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 Дворфы нам не нужны Хасиатры из земли Вульф Блин у него герпес Видимо и по наследству передалось Эх Вот я бы ее выбрал на самом деле Но герпес Такое себе Реально некого выбирать Вообще я бы мог ему разрешить брак Но скорее всего он найдет себе Вообще непонятно кого У него родится какая-нибудь мерзость И этого очень плохо кончится Опа нашел Мириани есть Она тоже элдор Сойдет Готово Я приобщил Четыре члена нашей династии К ведовству И теперь я могу основать Ковин ведьм Наш славный дом Соединяет узы крови Разорвать которые Смогла лишь жестокая правда Я жду не дождусь того дня Когда нам не придется жить в страхе Скрывая истину от близких А Хриман станет для наших сыновей и дочерей Знаком силы и власти Мы же будем ему опорой Все дети в Ковине Эверлайт Которых обучает персонаж со свойством Верховный маг Тоже получат это свойство Все ведьмы и колдуны Ковина Эверлайт Успешнее обращают других в видовство Глава дома Эверлайт Может провести великий ритуал Дом Эверлайт Получит модификатор Ковин ведьм Средний бунц к здоровью Еще плодовитость И плюсы к проискам Поехали Стоп Люди знают что у меня есть прелюбодейство А ну да я же признал бастарды своего Вроде бы ко мне относятся хорошо А я могу кстати покаяться Стоп это кто? Низшая леди Гайлира А да я ее сделал вассалом своим Слушай возьми денег Сотку И давай еще подружимся с тобой Потом надо будет ее в нашу религию обратить Наверное Хотя религия всего лишь минус 5 дает Не так уж и много Но я бы хотел подружиться с феями А кстати вот я могу и как раз этот титул даровать Забирай лес фей себе назад И давай с тобой дружить Это твои земли по праву Все 85 вот так вот Теперь у нас многонациональная страна Так сказать То есть многорасовая У нас есть и феи И высшие эльфы И все пока что Где-то еще тифринги тут сидят Но их мы не уважаем Если что Окей А на этом я думаю мы можем заканчивать Мы очень хорошо с вами расширились в этой серии Еще лучше чем в прошлой Потому что мы полностью уничтожили эльфов Захватили себе лес фей В следующей серии будем захватывать эссекс И всех этих полуросликов И уже окончательно добьем Англию И я надеюсь что Скоро очень мы сможем сделать империю Плюс сделать объятия света Благочестия мы уже почти набрали Воплощением добродетели Мы точно успеем стать в следующей серии Так что я стану святым паладином Который при этом колдун И у которого династия в Ковине ведьм Также вполне вероятно Что через какое-то время Когда к власти придет истинный эльф Из нашей династии Мы попробуем превратиться в лорда лича Но до этого еще долго И надо чтобы у меня все-таки внук родился Но я бы очень сильно хотел попробовать это решение В общем-то да Всем спасибо за просмотр Не забудьте поставить лайк Если эта серия вам понравилась Вступайте в группу в ВК Пишите в комментарии Как вам эта серия Всем спасибо И всем пока